49 избирательных участков Ленинского района открылись синхронно ровно 8.00. Теплая солнечная погода сделала свое дело. Многие предпочли отправиться на приусадебные участки. И все же порядка 14% жителей района проголосовали за своего кандидата. Самыми активными оказались видновчане и жители сельского поселения Молоковская. Меньше всего избирателей явилось на участке в сельском поселении Булатниковская. Хочется, чтобы порядок был, чтобы все было хорошо у нас. Ждем, что новый руководитель будет прислушиваться к мнению людей и будет улучшать жизнь района. Нужно проголосовать, свой голос отдать, иначе он куда-нибудь уйдет в никуда. Какую-то хоть гражданскую позицию проявить. Надо. Это для нас надо. Может быть, для кого-нибудь нет, а для меня это надо. Я всегда хожу, каждый год. И сельсовет помогаю. Все время, когда работала, всегда помогаю. Мне даже подарки давали. Вы верите в то, что что-то изменится? Да, конечно, изменяется. По данным Центральной избирательной комиссии, несомненным лидером стал Олег Владимирович Хромов, который набрал почти 65,5% голосов. Следом за ним представитель партии ЛДБР Андрей Хромов. В его активе без малого 15,5% голосов. На третьем месте Лариса Игоревна Саблина, чуть более 9%. На четвертом кандидат от партии «Правое дело» Петр Ложковой, 3,66% голосов. И замыкает Феликс Фаляхович Жемалиев, набравший всего 2 с хвостиком процента голосов избирателей. По всеобщему мнению, досрочные выборы главы прошли в спокойной обстановке, без нарушений. Сразу после окончания работы избирательных участков состоялась пресс-конференция с кандидатами. Работники местных СМИ смогли задать свои вопросы Петру Ложковому, Феликсу Жемалиеву и Олегу Хромову. Скажите, пожалуйста, насколько трудной и тяжелой была для вас в общем эта предвыборная кампания? Спасибо. Ну, так как для меня это является опыт первым, поэтому мне не с чем сравнивать. Это была нормальная, хорошая работа. Олег Хромов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что район для него с первых дней стал близким. А за 4 месяца работы он узнал все его насущные проблемы. И потому, если он будет избран главой, приложит все усилия, чтобы наш район процветал и становился лучше, благоустроеннее. Ну что же, у Олега Владимировича есть все шансы воплотить свои планы в жизнь. Поздравляем его с победой. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ.